Опять мой телефон, видеокамера перевернулась автоматически. И платят они ассистентам, которые смотрят за их родителями, одинокими. Платят из их пенсии зарплату. Чужие люди доживают, досматривают родителей итальянцев. У них не принято, как у нас в Средней Азии, на Кавказе. Когда родители доживают свою жизнь в доме у сына с внуками, нянчатся с внуками, радуются, счастлива бабушка или счастлив дедушка. Помогают по хозяйству, особенно в воспитании детей, присмотры детей. Такой связи у них нет. Они иногда там встречаются на обеды. Может, один раз в неделю, может, один раз в месяц. И всё. И каждый сам по себе, по своим домам. Не знаю, как там суд Италии, Наполи, Сечилия. Но не думаю, что там прямо все живут со своими родителями. Там тоже, по-моему, вот я смотрела некоторые программы. Позавчера была программа про старожилов в Сардынии по 100 лет, по 97 лет, которые до сих пор сами ходят. Вот они рассказывали, эти старики, что долгожители, что они живут раздельно, сами себе и готовят даже. О, боже, сегодня много моторов. По улице, где они должны выезжать машины. То есть проезжать. И вот Стефи тоже, мама, живёт раздельно. У них была огромная вилла, опять тысяч квадратных метров, которые, когда умер отец, он продал этот дом. Потому что, говорит, господи, содержать такой дом столько денег надо на обогреватель. Обогреть такой дом столько денег надо, газ. Они продали одному там тоже импредиторию индустриали. Он купил, весь ремонт сделал. Ну, больше миллиона там. Не буду говорить, за сколько. Я даже не спрашиваю. Чужие деньги не считаю. Но он сам показывает, рассказывает. Иногда мы ездим туда в рестораны, в те холмы, и он показывает мне. И этот новый покупатель, который взял себе, ну, моих лет тоже, 55 лет, с женой там. Сделал даже бассейн там. Всё так классно отремонтировал. И взял, и случился инфаркт 55 лет. Вот год назад где-то умер. Внезапно, скоропостижно. Итальянец. Осталась жена. Жена начала продавать. Потому что, видимо, она никогда не работала. Или у нее средств тоже нету содержать. Такой огромный дом. Тем более с бассейном. Только содержать бассейн, сколько денег стоит. И она хотела продавать за 3 миллиона. Говорила... Ну, это маленькие деревни. Там все друг друга знают же. Она говорила, что ее муж вложил столько денег в ремонт этой виллы. Плюс там еще сады есть. Улеевы есть. Всё есть, короче. Очень большая территория. Прямо целый лес есть. Не то, что сады. Земля же дорого. Тоже стоит в Италии. И... А Стев смеется, говорит, господи, кто у нее за 3 миллиона купит? Я понимаю, что они вложили денег в ремонт. Но вряд ли найдется человек, который расходует 3 миллиона, выложит 3 миллиона евро за виллу в отдаленной деревне на высоком холме. Понимаете? И вот они продали этот дом, чтобы не иметь много расходов. Купили две квартиры в новостройке. Переехали в 3 визы, потому что, он говорит, мне надоело жить отдаленно на вилле. А вот мне бы понравилось жить отдаленно на вилле, в тишине, среди зелеги. Я обожаю. Чем больше старше я становлюсь, тем больше я люблю тишину и спокойствие. Мы даже, когда встречались с римляниным, мы даже искали какие-то виллы на холмах Колиугани. Колиугани здесь, где тормальные воды падало. Такие красивые виллы видели, но они не продаются. Вот представьте себе, вы просыпаетесь и утром на террасе, на веранде делаете завтрак. И вам видны все холмы Колиугани. И видно даже Падова сверху. Вы представляете, как красиво. Где вот Монта Мадонна. Вот та зона. Настасья Филипповна знает, что такое Монта Мадонна. Мы там часто пешком поднимались. Там старинная церковь средневековая. Священники живут, монахи. И там много туризма. Там даже пикники есть. Люди приезжают, устраивают шашлыки и все такое. Ну и ресторанты, бары тоже есть. Рестораны, то есть по-русски. И вот он мне рассказывал, но все равно вот они живут рядом в одной зоне с мамой. Но так как у него больше никаких родственников нету, кроме мамы, и у мамы тоже никого нет. Хотя ей 85 лет, она каждый день звонит. Вот он всегда отвечает, разговаривает. Там иногда по полчаса, иногда по 40 минут. Но он очень хороший, добрый сын, заботливый. Потому что они с мамой, общий язык у них есть. Как бы они друг друга держатся. Мне это нравится в нем, что он очень любит свою маму. Но все равно мамона не мамона, всякие там психотипы, психология, это другая сторона медали. Но то, что как он относится к своей маме, это очень хорошо. Вот для меня лично. Потому что мы тоже, я тоже так любила своих родных. Свою маму, там свою бабушку, своего отца. И я вот, конечно, у нас нету, они рано умерли. И мне вот этого вот не хватает. Классно так иметь маму родную. Но с другой стороны, видимо, он слишком был влюблен в маму. Мама у него, вот он мне показывал фотографии, присылал мамы. Она на Одри Фёдберн похожа в молодости. Мама его очень красивая и элегантная такая женщина. Никогда не работала. Муж её абсолютно содержал. Она жила вот в шоколаде. Вот копья Одри Фёдберн. Одри Фёдберн. Я даже думала, что это она. Что она и есть Одри Фёдберн по фото. И вот должны были мы тогда на Феррагоста вместе поехать на машине мамы в Езелу. Но я такая подумала. Не буду я им мешать. Он так и так редко... Ну, он так и так... Когда он работает, он обедает с ним или ужинает. Только в выходные же он выходит. А в остальное время она всё время там. Ты будешь сегодня со мной ужинать? Ты будешь со мной сегодня обедать? Вот спрашивает. Звонит. Как бы он её в одиночестве не бросает. И я такая подумала. Мы уже были в Линьяно, Пинетто, то да сё. Пусть он поедет один. Тем более мне вечером надо было на работу. Мне неохота было в это Езела ехать. Когда, наверное, будет такое трафико, такие пробки в день. Феррагоста. Все туда-сюда поедут. Это что за красивые цвета такие? Такие бирюзовые. А, вот это вот марка. Джипси. Даже не знала, что эта марка здесь есть. И... Получается... Вот видите, тоже простенькие сумочки, которые усилен стоят по тысяче с чем-то евро. А здесь вот такие вот простые сумочки на море. Фори тут, распродажа, короче. И... Я такая подумала, пусть они едут сами, вдвоем. Чтобы только туда-сюда съездить. А потом все равно я даже на ужин с ними не могла остаться. Надо было возвращаться. Это такое трафико изъездило. Я решила поехать в Венецию. Не люблю быть третьей лишней никому. Поэтому вот такие вот пироги у итальянских мужчин. Одиноких, холостых. Ни детей, ни жён, никого. Ни любви. Я его единственная любовь. И что я ещё хотела рассказать? Да, про то, что вот... Или если это... Как бы с деньгами дети или с деньгами пожилой. Ну, будем говорить своими словами, своими именами. Старики. Уже старенькие, старенькие. По 90, по 100 лет. Отправляют их вот эти вот каза-де-репоза. Каза-это дом, репоза-это отдых. Дом престарелых по-русски. Потому что дети все работают. Им некогда заниматься своими родителями. Вот как-то у нас, у казахов, у всех там азиатов, Средняя Азия, кавказцев, бабушки, дедушки живут с детьми. Как-то вот кто-нибудь занимается. Или келинка, невестка до последнего дня. И содержат, и кормят, и заботятся. И все на свете. И моют, и стирают им. И лекарства дают. А вот у них не принято. У них принято, у европейцев, особенно у итальянцев, принято вот так вот раздельно жить. И они доживают свой век с абсолютно чужими людьми, ассистентами. Мне кажется, это так грустно. Я бы не хотела, например, жить до 100 лет в одиночестве. Ужас просто. Никому не пожелаю такой старости. Лучше вот так вот, как я сейчас бабушка, такая молодая, здоровая бабушка Мелиссы, наслаждаться, наслаждаться обществом внучки, радоваться счастью внучки, здоровью. И когда нужно будет раз, так-так, и какое-нибудь быстрое такое, без всяких вот этих домов престарелых и все такое. Коляски и все такое. Ну, немножко грустная тема, но вот спрашивают иногда, вопросы задают. И вот я думаю, это кто такие? Жена с мужем или папа с дочкой, как вы думаете, с собачкой? Ой, опять этот мотор машины, мусорной машины маленькой. А для тех, кому не нравится, как я разговариваю, какой у меня русский язык, можете не слушать. Отключите звук и смотрите просто на красоту прекрасной Италии. Всем здоровья и добра. 800 лет. Когда же я наконец-то зайду в этот анатомический театр средневековый? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова